Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Мантуров предрек полгода бедствий и фактически расписывается в беспомощности властей. Уровень безработицы увеличится до 6%, а инфляция до 20%. Перестройка логистических цепочек в России займет от 3 до 6 месяцев. Срок зависит от конкретной отрасли. Об этом в воскресенье 27 марта в эфире телеканала «Россия-1» сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Ранее 22 марта глава Минпромторга заявил, что западные компании отказались поставлять компоненты для российского самолета МС-21. Он добавил, что даже ранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются. Производители при этом не дают каких-либо объяснений, заключил министр. Мантуров также отметил, что некоторые зарубежные автопроизводители уйдут с российского рынка. По его словам, ведомство пока находится в диалоге со всеми автопроизводителями и иностранными брендами. Министр выразил надежду, что к концу марта Минпромторг сможет прийти к какому-то общему знаменателю. Данная ситуация относится ко всем предприятиям, которые находятся в простое. В условиях комплексных санкций уровень безработицы в России увеличится до 6,2% в 2022 году, а снижение реальных располагаемых доходов населения составит 12%. Такие прогнозы содержатся в докладе о мерах социальной политики, разработанном Институтом исследований и экспертизы WebRF, с которым ознакомился РБК. Инфляцию экономисты Института развития ожидают на уровне 19,3% в концу 2022 года. Этот прогноз в целом соответствует оценки аналитиков в рамках опроса ЦБ. Они ждут инфляцию на уровне 20%. В условиях военной блокады, которую проводит США в основном руками своих европейских колоний, ведь сами американские корпорации продолжают получать барыши из России, правительство надеется прийти к общему знаменателю. И это в то время, когда необходимо решать проблемы быстрыми и точными действиями. Срочно вводить, а не болтать об этом бесконечно. Среднесрочное и долгосрочное планирование. Но закон о стратегическом планировании все еще заморожен. Принимать меры по обузданию спекулянтов, превращению Центробанка из американской конторы в орган правительства России, по прекращению доступа к нашим финансам враждебных стран, по наращиванию долгосрочного кредитования для возрождения промышленности под отрицательные проценты при условии выполнения плановых заданий. Доклад о мерах социальной политики просто констатирует, что мер нет, а экономика России остается без денег волей Центробанка и его американских хозяев. Внутренний спрос уничтожается инфляцией, которая никак не 12 и не 20 процентов, а гораздо выше. И безработица будет увеличиваться, и понятно почему. Нет заводов, нет работы. Нет городов, нет собственно страны. Можно ли ожидать от буржуазии России сколько-нибудь плановых действий? Месяц спецоперации показал, что нельзя. Буржуазия России, раздираемая внутренними противоречиями, затягивает с необходимыми мерами. Месяц прошел, а правительство даже сахар не способно вернуть со складов спекулянтов в магазины. Вся надежда на ускорение развития рабочего движения. Только риск потери прибыли и власти способен заставить буржуазию взяться за дело. Только организованная борьба рабочих за свои и только свои интересы способна защитить страну от растаскивания на куски. С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малой Вишеры.